В Оренбурге сразу на трех городских маршрутах повысилась плата за проезд. Теперь поездка на автобусах номер 40, 45 и 52 стоит 22 рубля. Причем повышение оказалось неожиданным. Об этом заранее никто не уведомил. Пассажиры о новой цене узнали сегодня утром, уже зайдя в салон автобуса. Ну и водителям ничего не оставалось, кроме как держать оборону. Возмущенные пассажиры засыпали их вопросами и даже устраивали скандалы. С чем связано повышение и будет ли оно повсеместным, выясняла Ольга Патрушева. Таблички с новым тарифом для удобства пассажиров прямо у входа. Но, как оказалось, на них мало кто обращает внимания. Только в салоне. И когда автобус уже тронулся, большинство замечает, цена поменялась. И вот тогда начинается. На каких основаниях? Вот некоторые даже есть автобусы на маяк едут 15 рублей. Я увидела 22, я катывала 20. Большое не ожидается. Что вы будете платить, 20? Ну, куда деваться? Конечно. Ну, как думаете? Дверь не открой. Да. Я не знаю, я не слышала о повышении тарифа. Вот и никто не слышал. Никаких объявлений, никаких объяснений. И даже водители о новых тарифах узнали только накануне. Нам вчера вечером позвонили. Восемь, девять где-то мы узнали. Вечера? Да. Были скандалы. Выходили бесплатно. Вообще не платили. Председатель автотранспортного союза области приносит извинения за новые тарифы без предупреждения. Но поступить иначе его коллеги не могли. Оказывается, это попадает под закон о конкуренции. Переводчик не может объявлять о том, что он будет повышать тариф, потому что это будет расцениваться как призыв к действию для своих конкурентов. Когда такое же повышение было в 2016 году, в феврале месяце, год назад, то УФАС по Оренбургской области выносил предписание переводчикам. О новых тарифах перевозчики не обязаны сообщать даже чиновникам. Причина тому – федеральный закон, который, по сути, развязал частникам руки. С прошлого года власть больше не вправе диктовать, какой и когда вешать ценник. А потому, сколько будет стоить проезд в пазиках, уже завтра чиновники могут лишь гадать. На сегодняшний день это маршруты 40, 45 и 52. Я думаю, что завтра к этим маршрутам добавится и ряд других маршрутов, потому что экономика, в принципе, у всех перевозчиков примерно одинаковая. То есть газ за прошедший год, если брать начало прошлого года, начало этого поднялся в цене на 20%. Запчасти на 12% в среднем, не говоря об отдельных позициях, которые в два раза поднялись и в 2,5%. Могут ли тарифы уйти в заоблачные дали? Да, закон не запрещает. Но его разработчики, как полагают специалисты, надеются, что рынок транспортных услуг сам себя отрегулирует. Ведь пассажиры не станут ездить на автобусах, если им это не по карману. Дешевле будет, к примеру, в складчину вызвать такси или воспользоваться муниципальным транспортом. Проезд в нем, кстати, уже несколько лет не дорожал и дорожать не будет. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. В телефонном разговоре перевозчики нам подтвердили, что тарифы повысятся и на других маршрутах. К примеру, цена изменится и у автобусов номер 22. Я замечу, что сегодня это один из самых дешевых маршрутов, где стоимость проезда всего 15 рублей. Увеличится она до 20. Правда, когда именно, пока неизвестно.